Приветствую всех, с вами Низерамас, мы продолжаем играть в Крока. Вот, кстати, платформочка на улицу. Ну, вот эта решетка, в которую я в прошлой серии пытался войти, но не удалось. Это у нас второй босс. Это первая из зоны. Мертвые Дантини. Возможно, кого-то из них мы убивали в первой части. Хотя нет, они же там возрождались. Начать, наверное, умершие естественные смерти. Ну, раз я, когда их убиваешь, они же возрождаются, эти Дантини. Ой, ну, извини. Че, жалко, что ли? Хм, а че-то рассылся хотел передо мной. Так, используют пушки на чем-то там. Ну, по сути, я так понимаю, тут все просто. Вот с этим боссом я вообще не помню проблем. А вот с Савеной у меня возникали проблемы, когда я впервые проходил ее. Так, отлично, пловать тут можно. А с этим у меня вообще никаких проблем не было. Я его реально даже не запомнил, этого босса. Потому что он очень простой. Вот, на мой взгляд, он даже проще Савена. Деревня матросов. Спасибо, как крок спас гопа от этого ужасного пирата. Большая задира. Крок. Ну, в общем, кроку стоит пойти в магазинчик. Ну, помните, у этого типа в магазинчике есть кристальный шар. Вот это, грубо говоря, переход между зонами. Можно идти во вторую зону. Ну, в первую, естественно, я буду возвращаться. Гоночки никто не отменял. Хорошая вещь. И вот секретный якобы уровень. На самом деле он не секретный. Секретная шахта. Племени матросов. Где ты угораешь? Вот этот уровень я плохо помню. Но помню, что я вроде как его проходил. Кстати, я мог куколки оставить и уйти на другую зону. Кстати, вот наша цель. Узор пазла. Крок, ну куда? Я не помню, что в этом уровне бывает. Прикольно, кстати. Такое ощущение, как будто там проход есть. Так, ну кристалликов здесь, очевидно, тут тоже сотни. Но этих цветных кристалликов, насколько я понимаю, здесь нет. Можно за сердечком сходить. Будет. Очень длинный путь. Не хотел бы я сейчас что-то на нем пропустить. И это, к счастью, удалось. Так, дайте-ка сюда схожу. Че, ха-ха, подумайся. Так, нет. В другую зону я не хочу переходить. Мне кажется, что тот тип, которого я видел, должен быть в этой зоне. Так, а это мне-то чего-то нужна еще? Вот, еще вагонеточка есть. Так, давайте платформы смотрим. Они где-то... Простите, где? Есть вовсе не скромное предположение, что они могут быть где-то... Вот, по этой железной дороге, если поехать. Пешком эту дверь никак не открыть. А, тут такая петля. Но пока кристаллики раскиданы удачно. Давайте угадаю. Это и есть мои планфорочки. Ну. Прекрасно. Только я не понимаю, как мне собрать те кристаллики там на верхотуре. Молодец, Крок. Так, это я выйду сейчас, дайте, гудаю к тому месту, мимо которого я проезжал. Там что-нибудь сердечко было. А, нет. Я сюда взглянул. Затем, что мне надо. А. Что интересно. Что интересно. Так, едем обратно. Я, кстати, по-моему, не договорил. Ну, если, конечно, договорил, я сейчас повторюсь. Но если бы я не использовал, не вошел сейчас в этот уровень, за эти куколки, то я вполне мог бы войти во второй, в третьей зоне, в какой захотел бы. То есть они универсальные, можно сказать. Так, давайте тогда сюда пойдем. Ну, туда, я не знаю, как попасть. А, вот, кстати, то место, которое я видел. Да? А-а. Это к началу. А, вот, видимо, то место, которое я видел. Да. Ты, а, а, дурио, что ли? Биотное. Так, ну, в хогте собрать у меня нет идеи. Так, кстати говоря, я уже оттуда не вернусь. Вот и мозаика, наша цель. Ну, ребята, тут тоже четыре зоны, секретная. Я не понимаю, почему музыка здесь не работает. Это странно. Давайте в магазинчик. Отлично. Эм, ты чего меня? Он отправил меня туда. Деревня казаков. Эм, привет, кто-то. Крок, крок, качество родителей. Те, кто друзья этого пита, в общем, друзья гобба. Так, тут у нас вторая зона. Но сначала я хочу заглянуть в магазинчик. Накупить то, что нужно себе. Ассортимент тут не меняется. Так, отлично. Давайте парочку этих возьмем, они дорогие. А, мне не хватает. Ну, значит, тогда наберем этих побольше. Ну, тогда этот еще возьмем один. Не знаю, зачем, кстати, я так много слабеньких взял. Ну, и так, давайте еще одного заводного гобба. Ну, вот и все. Потратили. Так, что у нас в итоге есть? Четыре этих, три. Этих две, этих одна, это нормально. Гобба не может завершить снеговика. Гляньте, не спрятали его части вокруг. Нос, шапка и руки. Ну, по сути, можно побегать. Вот шапка. Да, хорошо, спрятали. Так, уровня пока не будем. Ну, зону давайте просто пробежимся по самой зоне. Вот эту зону я уже не помню. То есть, я помню, что она была. Я помню, что вот за... Вот там вот уровень очень жестокий. Там вот этот уровень реально будет на время. На Сяра. Я с этим специально не разговаривал, потому что мы с ними будем говорить, когда будем идти в уровне. Тут заледневшая река. Лед скользкий. Тут даже без этого. А, тут дерево. Кстати, дерево, по-моему, это не уровень сейчас. Мы пробегу здесь глянуть. И вот это выглядит, как лайк такой стоит. Маленькие хитрицы. Так, стоять, а где вторая? Так, ветка для этого. Так, давайте вот этим поговорим, я хочу... А, стоп. За дерево, ветка. А, ну да, вот она. Так, ты что скажешь? Это... Магазин Лаво в Эмпуаре. А, закрыто. А, значит... Я не помню, то ли это босс будет, то ли что-то вроде того. Ну, в общем, значит... Ну, мы туда не возьмем. Ну, то, что это необычный уровень, это я помню. Как, где снеговик-строитель? Ура, круг нашел их. Гога завершился на ГК. Возьми это. Да, сто монеток, нормально. Ну, это как за того, когда мы перепрыгнули... Ну, прыжки делали, тоже на сто монеток и далее. Ух, я помню, один из этих уровней... Меня пугает своей сложности. Ну, конечно, сейчас, я думаю, я смогу его пройти. И даже не про этот, который на скорость. Ладно, в общем, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч. Уже в следующих сериях. Всем пока.